Привет всем! С вами Ольга со своим реальным обзором. Реальным и честным, потому что никто не рекламирует здесь никакие товары на моем канале. Я не получаю ни в рассылку, никуда. Все получаю, покупаю сама. Потом вам рассказываю. И сегодня я хочу поделиться с вами такой радостью. Я так долго ждала. Это наилюбимейшая моя Шарлотта Телберет. Вот такая ее новая палетка для лица с хайлайтерами со всеми. Посмотрите, какая красота. Люблю Шарлоту нежной любовью. Не знаю, стоило бы купить хоть один продукт от нее и все, и понеслось. Посмотрите, что здесь. Здесь у нас двое румян и два хайлайтера. Такой более розовый и такой светленький, не шампанское. Ну, а одни румяны как бы ее пилоток. Давайте почитаем, что она говорит. Зеркало, конечно, агромедное зеркало. Здесь очень хорошего качества. Все очень хорошо. Даже как всегда вот эти все надписи Шарлотта, Шарлотта. Просто мне вообще так нравится эстетика самого бренда. Просто, ну, лубов. Лубов не меньше. Что заявляет, простите, Шарлотта про эту палетку. Это такие краткие выдержки. Если вы являетесь самопровозглашенным поклонником красоты, вот понимаете, какие высокопарные слова умеют употреблять, они молодцы, то мы уверены, что в вашей косметичке спрятана палитра пилоток палетку. Да, ее спрячешь-то, ее прямо на самое видное место надо. Ой, вообще какая красота. Теперь сияющими оттенками, идеально подходящими для ваших глаз, щек и век. То бишь, эта палетка не только для щечек. Можно и краситься, как тенюшками, как всем можно краситься. Так. Объединяют сказочные мерцающие и розовые оттенки. Ну, там еще была палетка такая же, только для Medium Deep, для такие более темные тона. А это светленько, Fire Medium. Так. Что они объединяют сказочные мерцающие и розовые оттенки, чтобы вы выделялись в любой комнате? В любой комнате. Ладно. Выберите один из двух цветовых решений. Ну, вот этот Fire Medium или Medium Deep, которые подчеркнут ваш гламур всего несколькими скользящими движениями. Это простая в применении палитра с достопримечательностями на вашем туалетном столике. Телепортирует вас к звездам, неземным сиянием, которые заставят всех спрашивать о вашем секрете красоты. Вот, конечно, кто пишет вот эти тексты на сайте самой Шарлотты, просто им надо, не знаю, золотое перо дать. Они потому что молодцы, все умеют. Умеют чем схватить. И я уже сегодня быстренько делала вот такой оттенок, пилоток. Ну, так слегонца и сделала. И капельку хайлайтера. Давайте вот попробуем самый такой яркий. Сейчас бахнем быстренько. Сейчас уберу волосы, чтобы они нам тут не мешали всю картину. И, да, как я уже говорила, если... Ну, вообще просто звезда. Если Шарлоту обозревать или опозревать, то обязательно надо быть в чем-то блестящем. Потому что это у них вот такое их... Что? Девиз! Надо сиять. Вот. Я уже пробовала. Самое интересное, эти румяшки, они не сильно пигментированы. Их можно наслоить, но вот пятна им вряд ли поставишь. У меня от Шарлоты есть уже другие тени, одиночные такие, как я их называю, одинешенькие, я их называю. Но они в других всех оттенках. Ну, это, конечно, очень пигментировано. Если вот я вчера пробовала на руке, они когда постоят, пытаешься их стереть, полосы эти все равно остаются. Есть пигмент у них, не улетят они с желтыми листьями никуда. Меня вот интересуют вот эти хайлайтеры. Давайте, знаете, что сделаем? На одну щеку мы сделаем. Все, раз, и уже все как будто бы исправлено, да? Кстати, Даша Руна тоже такая лохматая, кудрявая, но рыжая, красивая такая. А мы просто лохматые. Но обещают же, что будем блестеть. Вот, ладно, это сюда еще надо не забыть. Надо же куда-то тратить. Румяна вообще просто моя боль. Я все, все могу облазить, чтобы найти какие-нибудь хорошие новые тени. Надо будет сделать какой-нибудь обзор, абсор. Вот, и давайте мы на одну сторону нанесем такой вот золотистый вот этот вот хайлайтер, а на другой розовенький. Почему нет-то, да? Так. Ну, вот, знаете, он на ощупь такой, как бы, суховатый. Ну-ка, будет блестеть-то есть тут что? По-моему, блестит. Не знаю, видно ли вам. Так, сейчас мы поглядим. Но его обязательно, я так думаю, его надо шлифовать. Его так не нанесешь. Его надо вот какой-то тонкой верной кистью. Что-то есть. И все равно, смотрите, как вроде деликатно. Нету вот таких искр. Это правда такое, как она говорила, что он будет как стекло прозрачное. Что-то вижу. И давайте после этого вот кисточку почистим. И быстренько, быстренько розовинки внесем на лицо. У меня еще не было розовых. Были какие-то, ну, какие-то, которыми не хотела пользоваться? Может быть, этот розовый? Ух ты! Ну, как бы, да, такой хороший поросеночек. Вот посмотрите, насколько вот они... Кажется, что сильно такой розовый. А на лице так очень хорошо. Я думала, будет сильно прям Маруся. Нет. Какой хороший розовый. Наверное, станет моим любимцем. Что еще хочу сказать. На самом сайте Шарлотты эта палетка стоит порядка 75 евро. Я сначала смотрела, облизывалась. Думаю, взять, не взять. Думаю, ну, как бы, дорого. Но, мне кажется, или вот с этой, вернее, стороны больше сияет, чем с этой. Или просто так свет падает. Или все-таки розовый такой вообще отражатель, да? Мне кажется, розовый просто бомболео. Но, продолжая о цене, на Култ Бьюти эта палеточка, малышка, в двух вариантах, как в более темном, так и эта, стоит 63 евро. И там действуют же всякие промо-коды. У вас есть большой шанс купить ее еще за меньшие деньги. Потому что на самой Шарлотте палетка вряд ли будет падать. Ну, да, вот посмотрите, все-таки у розового глянца больше, чем у желтенького этого. Но, однозначно, я буду вам ее рекомендовать по одной причине. Даже вот, понимаете, мало того, что тут продукты все шикарные, просто красивущие. Так еще, о, давайте засвочим-то румяшки. Так еще, это просто красота. Зеркало какое большое, ровное. Внутри что-то просто невообразимое. Давайте вот сделаем быстренько сводчики. Это же я вам не показала. Проболтать, проболтала, показать, не показала. Так, давайте сделаем пилоток. Ее знаменитый. Ой, какой же он красивый. Вот этот пилоток. Ну, вот он такой вообще вот, ну, как можно его не любить? Вот, как кто-то может сказать, что у шарлотты какие-то румяна можно где-то найти и аналог. Нет, вот, кстати, вот румяшки, они такие сухенькие, хорошие. Кстати, шарлотта написала вот про эту палетку, вау, что здесь в хайлайтеры добавлено какое-то вещество. Посмотрите, как красиво. Что не будет засыхать, что оно будет такое вот хорошее, всегда не сохнет ничего. Что-то там у них добавлено. Посмотрите, какие цвета румяшек. Вот этот пилоток, а этот, ну, это мы сейчас вот бахнули. Видите, вроде как и не ярко. Можно поднаслоить и будет, и будет кто? Ягодка. Будет ягодка. И что касаемо ее вот этих коробок, она вот прозрачная. Не знаю, видно вам или нет, как там внутри еще переливаются разноцветные вот эти штучки все вот. И сверху, вот, как всегда, ее эта сеточка, шарлоточка. Вся она, конечно, красотулька. Так, продукта здесь сколько? Четыре по три и восемь грамм. Да? Практически. Это очень хороший вес. Практически по четыре грамма в каждом рефиле. Ой, ну, конечно же. Какой вердикт? Какой вердикт? Это просто... Это просто ее счастье, когда держишь вот эти вот такие палетки в руках. И ты понимаешь, что все, все. День удался, месяц удался, год удался. Поэтому, естественно, рекомендую. На этом буду заканчивать свой короткий обзор. Давайте не забывайте писать какие-нибудь комментарии, хоть что-нибудь. Чтобы я понимала, что тут, ну, как бы, разговариваю с живыми людьми все-таки. Вот, а не на кладбище где-нибудь болтаю. И не забывайте, что на Cool Beauty она намного дешевле. Оставлю вам эту ссылочку на Cool Beauty. Найдите ее там. Всех вас люблю. Целую. Желаю вам счастья, добра, любви. Будьте любимы. А мы увидимся в следующем видео. Пока-пока. Продолжение следует.